Мои уважаемые друзья Этим ризикальным стала вся российская, потом советская, а теперь уже перестроечное, постперестроечное садоводство Какие-то попытки осмысливать его были во времена Мичурина Мне очень сложно понять, даже невозможно понять о тех течениях, которые существовали в науке Одни преследовали других, потом другие преследовали первых, тех, кто уцелел Одно знаю, всегда существует консерватизм болота И, видимо, однажды, когда консерваторы, так можно назвать, под видом наоборот генетиков, что ли Убедили тех, кого надо убеждать, что раз ген это нечто, так сказать, кирпичик И, знаете, кирпичик существует же для бетонной конструкции, она подчиняется определенным законам И, в принципе, это ничего сделать-то невозможно Вот, и такое впечатление, что успокоились и перестали вообще что-то делать Потому что я прочитал, например, председательное хозяйство Ну, не говорю свежее, ну, 10-15 лет назад Два крупнейших научных учреждения Расскажут о своих достижениях А эти достижения, это полуяблочки У народа есть еще такое понятие полуяблочки Мы знаем, есть ранетки, потом этот полукультурный, потом культурный сорта Сколько их уже наштампованных, этих полукультурок и ранеток И вот опять это все и были достижения Вот, а сейчас мы с вами ходим по абрикосовому саду Который не может быть никогда Вот не может быть, почему? Потому что, да, кстати, задайте этот вопрос в Академии наук Вот, я сейчас вас объясню, что оказывается, кроме причин Таких, ну, что ли, объективных, да? Климат это ужасно, конечно У меня было несколько зим тазок и лютых Каких зим? Апрель-май Настолько лютых, что ужас приходит Поняли, в каких диких условиях мы живем Но проходит время 30 лет, да? 25 лет саду плодоносящему 20 из них лет 20, когда все это в этих же самых абрикосах Почему мы сейчас ходим? Ну, сад спит Вот слива, ну, вот груша, ну, не вида ничего Вот, а абрикосы, вот они, как невесты стоят Вот, ожидают пчел У нас, кстати, холодно, и пчел никаких уже несколько дней нету Вот, и впереди заморозки, обещают, послезавтра минут 4 Это сегодня у нас 1 мая Поздравляю вас и с праздником трудящихся Поздравляю вас с легозным праздником Значит, послезавтра обещают минус 4 Потом минус 4, потом минус 3 Ну, и дальше непонятно И вот я к чему говорю Я говорю к тому, что, значит, есть объективные причины Но они как-то, ну, похоронили саму надежду Ведь я ничего не выдумываю Я открыл 90 тысяч экземпляров Там очередная газета Вот, а в ней написано так Это не в одной Я в двух читал именно вот эти точно цифры Минус 25 погибают генеративные почки Вот они А минус 30 погибают уже ростовые Ой, кстати, вот она пчелка Вот она, наконец-то одну увидел Вот она, вот она, вот она Вот, видели? Здравствуй, пчелка Все-таки Еще это самое Цветение Деревья только распустились Так что все впереди Ай, что хорошего впереди Заморозки же И вот, значит Мое мнение Такое, что вот эту причину Ее придумали Уже, да? Потом, значит, существует несколько Страшных Агрономических приемов Антиприемов Смертельных приемов Смертельнейших Они-то и привели всю страну в эту Превратили в сады, в пустыню Это не только абрикос, кстати Просто Я вам хочу После этого длины сцепления Показать, что абрикос наиболее уязвим От человека Не от природы, нет Сумасшедшая у них Восстановительная способность Вот сейчас я Ой, сейчас Сейчас, где бы вам Поближе показать Я тут Я случайно В этом месте Случайно, честно слово Вот Вот видите Я показывал зимой Страшнейшие были раны Вот он, штамп Полностью восстановлен на 100% Вот Полностью Сейчас еще один покажу Ну, мне неудобно повторяться Тысячу раз Вот Страшнейше уже Страшней не бывает Все, казалось Вот где таилось Погибель его Абсолютно 100% Восстановленное Посмотрите теперь на черный абрикос Видели красоту эту Как не Он еще не распустился Знаете Он еще пышнее вот этих абрикосов Цветет Просто видите Он еще только начинает распускаться И вы мне будете доказывать Вот Господа Что надо Улучшить абрикос Не, улучшить не генетически Улучшить его генетически невозможно Он В своей основе Имеет такой потенциал генетический С точки зрения Плодовитности, крупности, вкуса, красоты плодов Это не вида Надо Вот Господи Эти минус 3-4 Которые ожидают Могут так Уполовинить этот урожай Учетвертить и так далее Что Потом окажутся болтуном А прошлые урожаи Вас уже не убедят Роскошнейшие Вот Ну и я буду молить Бога Чтобы Я заехал в церковь Я попросил Бога прощения То есть Я Что мол праздник Что я все равно Пока вот сейчас такой момент Я хочу Всю эту красоту Неземную Показать людям Несколько страшнейших приемов Дичайших приемов Вот у меня есть одно дерево Которое на ладан дышит Как оно оказалось без холма Ну ясно как Вот это бывший Питомник Помните Кочущий питомник Это мое призвание Это мое Изобретение В чем оно выражается Оно выражается в том Что я сажаю деревья На небольшие холмы Вот Ну как вам показать Вот кстати Свежая посадка Кстати Вот это абрикос Это персиковый абрикос Это С юга Украины Мучаюсь Но все равно добьюсь Очередное поколение Кажем крепче Вот видите холм Вот потом он будет Еще Разглаживаться Немножко Ну в принципе Вот он В натуре Да Вот Теперь Помните я вам показывал Холм классический Это я делал Специально для Книги Вот он Видите какой мощный холм Для книги Посмотрите Этому дереву Где-то 22 23 25 лет Вот сколько она уже Собиралась умирать Ну по крайней мере Корневая шейка У него цела Как показать Размеры холма Ребята впечатляет Смотрите Далее И все-таки Я умудрился Одно дерево Ну бывший питомник То есть там холмы Не делались Оставлялись Лучше Злучек навсегда Я умудрился Его загубить Посмотрите Посмотрите на него Сейчас он станет Жутко Видите Яма Вот я не стал убирать Почему Вот я немножко Тут разгреб Расширил эту яму Она как бы стала пологой И не очень это опасной Вот здесь Святое Это Муравейник Это святое И я однажды видел Следы неблагополучия Вот Прежде чем Это там Расширил Потому что Вот видите Это как бы настало И ничего не замечаете Вот шалко Плохо видно Вот это вот Канавка Вот плохо ее видно Это Показываю уже рукой Потому что Вот это вот Вот это вот Канава Вот сюда ямка Вот сюда все стекает лишнее И Дерево оказалось Спасено Относительно Оно молодое Если бы вы видели Как оно загибалось Это был ужас какой-то Вот доказательство Смотрите Потому что оно загибалось Видите Смотрите Вот это доказательство Вот Вот Ну Чтобы вам Было понятней Вот Видите И вот значит Когда я ему дал Вторую молодость То есть Выкопал канавку Расковырял Вот Пошли вот эти Молодые побеги Уже ясно Вот эти вот Их бы уничтожили Наши Оппоненты Обязательно Вот эти вот Ветки Вертикальные Так называемые Волшки Они были бы Уничтожены Как их ненавидит Ненавидит Весь этот Садовый мир Сотни авторов Как заговорились Они растут На замену Умирающей Кроне Они растут На замену Сколько раз Умирающей кроне Третий раз скажу Они растут На замену Умирающей кроне Она действительно Умирающей кроне Вот эта вот крона Она еще жива Но она полужива Вот И Я хоть что-то Успел сделать Почему Ну еще раз говорю Ненарочно Ну Бывший этот самый Питомник Осталось дерево Навсегда Поэтому оно Немножко в ямке А когда я делаю Специально Это страшно Второе Я повторяюсь Который раз У меня Сколько уже Крышку гроба Это дебильному Садоводству Пытаюсь Вбить Второе Это заглубление Корневой шейки Это когда просто Сажают на обум Третье Самое страшное Заглубление Косточки Миллионы потерь Десятки миллионов Потерь Сотни миллионов Потерь Миллиарды Потому что Я почему так Цифры такими Кидаюсь такими Страшными По одной Простой причине Дело в том Что У нас 23 миллиона Тачных участков Официально Плюс Вот Миллионы Этих самых Просто Десятки миллионов Ну то что называется Лично пособное Хозяйство Дом Сад Не дача А именно дом Это Считайте Попыток Сами знаете Каждый год По 5-10 саженцев В среднем Выписываться Если касается Абрикосов Все 5-10 Умирают Вот Потому что Так принято Дебильность Заключается в том Что Крупнейший В России Один из крупнейших В России Я же все знать Не могу Скрывает Тщательнейшим образом Поевает на вишню Двух Которая В идеале Двух метров Может достигнуть Если не приводить Дебильность Дебильная Вот И вот Наконец Когда сажают Косточки Еще не успел Дерево сгнить А его продали А оно уже Внутри Подгнившее Я уже много Приводил У меня уже Много фильмов Я все это Собираю до кучи Почему Почему я не могу Остановиться Потому что Только что Я прочитал Нет Не так Я зашел В библиотеку Крупнейший Тот самый Бывший Самый популярный В России Журнал Пишет Деревья нуждаются В зимние Весенние обрезки Которые Способствуют Увеличению Урожая Это дебилизм Страшнейший Я вам буду Не просто говорить Я решил вам Это все доказать А пока Сейчас правда Уже веселеет Мы с вами Находимся В питомнике Вот Отсюда было Выкопано Сотни Плодносящих Не плодносящих Цветущих абрикосов Одно Двухлетних Двухлетние Попадаются Крайне редко Вот В этом питомнике Потому что Уходят Вон там На дальнем плане Однолетние Все цветет Практически все И однолетние Двухлетние Вот И вот Сегодня Утром Включаю Компьютер Включаю Гостевую книгу Там черным По белому Написано Вот Была На рынке Вот Продавцы Я уже повторяюсь Ну что делать Надо Вот Продавцы На рынке Отрезают Нижние Скелетные ветки Усаженцев Перед продажей Вот Я Возмутилась Я говорю Зачем вы убиваете Ответ был такой Надо Вы ничего не понимаете В садоводстве Получается Я ничего не понимаю В садоводстве Вот Страшная эта вещь Когда отрезает Нижние скелетные ветки Я сейчас Жаль Не могу показать Всю эту красоту Она продана Красота Видели бы вы Ну так Получилось Что Ранняя весна Ну Случается Случается Ранняя весна И Зацвели деревья Раньше Чем их Собрались Покупать У нас Пик продаж Приходится На майские праздники Сегодня 1 мая Вчера Саженцы Прямо В цвету Поехали В Красноярск Но Спасибо Огромное Чему Огромное Спасибо Горшкам Которых Они Уехали Это Нивелирует Тут Недостатки Страшные Вот Ну Заодно Кстати Вы осмотрели Сам питомник Это лучший Маленький Наверное Самый маленький Но самый лучший По качеству Проводов Питомник В стране А теперь Небольшой перерыв Потому что Мне нужно Дойти До Другого